Всем привет, с вами я Виолетта, и это такой небольшой хобби-влог. Сегодня у нас вторник, 28 мая. Многие сдавали русский сегодня, экзамен 9 класса, да. А я вот лежу в больнице, на дневном стационаре нахожусь, поэтому так долго не выходили видео. Так как я неделю лежала в больнице, и вот сейчас меня перевели на дневной стационар, и наконец-то я могу хоть что-то дома поделать. Хотела показать вам какие-то такие небольшие обновления, что-то рассказать, просто с вами немножечко побеседовать, хотя это в такой одностороннем порядке, это всё происходит, конечно, но жду ваши ответы в комментариях, потому что я очень люблю с вами общаться, когда у меня есть на это время, да. Значит, первое, что я хочу вам показать, у меня есть такая тетрадочка. Я её раньше вела по раскраскам, то есть писала, что я раскрасила, когда, какие фломастеры использовала, даже цвета здесь вот выкраски делала, но потом я перестала делать выкраски фломастеров, просто писала уже фломастеры, ну и в итоге хватило меня на неделю, мне всё надоело, перестала писать, перестала вести. И сейчас решила ввести в другом немножко ключе, возможно, я буду когда-то продолжать, поэтому тут решила место оставить, перевернула и вот расчертила такие вот штучечки. Это раскрасочные трекеры, я думаю, многие про них знают, то есть здесь количество клеточек соответствует количеству рисунков в раскраске, и закрашенные клеточки это, собственно говоря, раскрашенные рисунки. Здесь я не раскрашиваю в том порядке, в котором у меня сделаны работы, то есть у меня нет такого, что раскрашена первая страничка, поэтому первая клеточка, так как я не хочу всё это считать, мне это как-то совсем не по душе, я просто начинаю с самого конца и вот так постепенно закрашиваю. Да, сейчас я просто считаю работы, то есть у меня есть ещё вот такая отстрадь, раньше я тоже ввела, у меня очень много отстрадей по раскраскам, потому что в какое-то время мне нравилось одно, в какое-то время другое. Здесь у меня посчитанное количество работ во всех раскрасках, но во всех, которые были на тот момент. Здесь у меня где-то порядка 270, и то вот здесь не посчитано. Вот, также считала раньше, сколько у меня раскрашено работ, сколько в процентах это раскрашено, но решила, что такие трекеры будут делать удобнее по одной простой причине. Ну вот, все давно раскрашенные работы я сделаю синим цветом, и с определённого месяца буду раскрашивать работы определённым цветом. Например, если я сделала работу в сентябре, то я буду раскрашивать клеточки красным цветом, во всех своих раскрасках буду красным цветом, в октябре оранжем и так далее. Это я всё буду где-нибудь вот здесь записывать, допустим, и потом можно отследить, посмотреть, как часто я раскрашу какую-то раскраску. Это, мне кажется, будет очень удобно, если я это всё, конечно, доведу до ума, и меня хватит на это всё, потому что очень тяжело вести такие тетради, когда у тебя больше 350 раскрасок. Вот, конечно, 25 законченных, которые я не буду сюда, естественно, вписывать, но тем не менее. Просто это всё посчитать очень тяжело. Хотя я очень люблю считать странички, заодно можно полистать раскраски. Всё в этом духе. Раскрашивать меня что-то пока не тянет, поэтому хочу позаполнять вот эту тетрадочку. Ну, мне нравятся эти клеточки раскрашивать. Да. Также сегодня я делала такую вот работу. Раскраска кубик Мир Шекспира. Вот такая работа. Я начала её с краю. По краям у неё таким образом всё выглядит. Здесь просто целиком закрасила. Решила не париться. Всё у меня будет где-то в трёх, максимум четырёх цветах. Думаю сделать жёлтый, синий, оранжевый, и, возможно, или красный, или зелёный. Хотя вот этот цветочек, наверное, сделаю зелёный, но остальное всё сделаю красным. На миды четыре цвета, и плюс зелёный в центре будет. Надеюсь, что будет смотреться неплохо. Раскрашиваю фломастерами. Пока что люксорно, но потом смотрим. Также хотела показать вам свою новиночку. Конечно, потом будет видео про мои раскраски. Новые. Миллион винивцев Лулумая. Листать не буду, там сделала три работы. Получила в воскресенье. Вот в понедельник раскрасила. Очень мне нравится эта раскраска. Моя любимая это Лулумая. И также перед тем, как лезь в больницу, я купила набор карандашей. 179 рублей. Фикс прайс. 36 цветов. Мне они очень нравятся. Хорошего качества. За 200 рублей, мне кажется, это очень даже неплохо. И могу сказать, что вот меня они порадовали. Раскрашивать буду, конечно, вряд ли они станут моими любимыми карандашами. Но раскрашивать я им обязательно буду. И, возможно, даже в скором времени какую-то картиночку постараюсь и не сделать. Но обещать не могу. Вот. И также в этом видео хотела показать вам свои распечатанные раскраски. Потому что у меня даже такие есть. Итак, на данный момент у меня три распечатанные раскраски. И почему я их распечатывала? Потому что у этих авторов очень много раскрасок. Мне они все нравятся. Но я не хочу, конечно, их всех покупать. Покупать какую-то одну, возможно, есть смысл. Но мне нравятся вот в этой три работы, в этой пять работ, в этой все. И получается, что тяжело выбрать ту раскраску, где будет оптимальное количество понравившихся работ. Поэтому я решила распечатать именно вот этих авторов. Первую раскраску, которую распечатала, была Nice Little Town. Ее я просто искала на просторах интернета. Отдельные работы. Они тут из абсолютно разных частей. И есть картинки не очень хорошего качества. Также есть работы с водным знаком, который меня, конечно, очень раздражает. Вот, допустим, вот эта, она какая-то бледно-серая. Вот эта и бледно-серая тут еще водный знак. Не знаю, может быть, у меня что-то с принтером было. Может быть, там какая-нибудь краска закончилась. Честно скажу, не знаю. Но такая, то есть половина работ вполне адекватная. Половина работ как-то не особо. Но если раскрасить, то водных знаков видно не будет. В принципе, даже если вот эту бледно-серую работу сделать, то будет казаться, возможно, что я ее просто нарисовала. То есть это серый оттенок будет незаметен под цветными грандышами. Может быть, даже это и к лучшему. Вот, это первая раскраска. Вторая, которую я распечатала, это был огромный сборник Эдвины Мисс Нейми. Дримлингс. Также, ну, Дримлингс, это ее как бы основная линия раскрасок, но у нее их очень много. Так же, как у Татьяны Богема Столовой. Или Столовой. Вот это Найс Литлтаун. У нее есть еще некоторые другие раскраски. Но основная серия это именно про милый маленький городок. Значит, Эдвина Мисс Нейми. Извиняюсь, если неправильно произношу имя. Возможно, Эмси Нейми, я не знаю. Мне кажется, это Мисс. Ну, может быть, нет. Ладно, поправьте, если что, в комментариях обязательно. Значит, здесь сборник из ее огромного количества раскрасок. И вот так же искала на просторах интернета. В основном это Пинтерест. Конечно, я могла убрать все вот эти водные знаки. Ну, и не только водные, вообще просто. Но я решила с этим не заморачиваться, потому что они мне лично не мешают. То есть они где-то вот по краям. Сидеть там в пейнте это все зарисовывать мне не особо хотелось, потому что я знаю, что это вот... Допустим, эта раскраска чисто антистресс. То есть тут такие картиночки, которые просто фломастерами быстренько раскрасил. И все. Мне очень нравилось собирать вот эти развороты. То есть я сидела эти... Все листочки собирала в кучу. И складывала развороты, чтобы они как-то мило смотрелись. Выглядели так. Ну, в общем, сочетались вместе. Также тут есть одна работа. Вот эта. Это не этого автора. Просто я ее распечатала, потому что она мне очень понравилась. Сумывала сюда и решила, ладно, пусть она будет тут. Раз она тут так хорошо зашла. Мне она как бы не мешает. Я знаю, что она здесь есть. И могу в любой момент раскрасить. Так. И в конце здесь такие рождественские штучки, чтобы их вырезать и кому-то подарить. Ну, я не буду, наверное, это сделать. Просто, может быть, когда-нибудь раскрашу, если, конечно, захочу. Вот. Наверное, это очень глупо, когда у тебя практически 400 раскрасок распечатывать. Но, я не знаю, у меня просто был такой бзик. Мне просто хотелось распечатанную раскраску. Я даже не знаю, буду ли я их раскрашивать, но мне просто хотелось распечатанную раскраску. Да, возможно, это глупо. Возможно, вы скажете, что нет, не надо так делать. Зачем ты переводишь бумагу, краску, файлы, еще что-то. Но, ребят, если мне захотелось, если я могу это сделать, то почему бы и нет. Да, и последняя раскраска, это мой фаворит. Она называется Favorite Collection Jade Summer. У Jade Summer просто огромное количество раскрасок. Просто их нереально много. И я планирую вот эту раскраску дособирать. То есть, из ее других раскрасок просто выбрать те картинки, которые мне понравятся, и ставить их сюда. Но вообще, как я поняла, это отдельная раскраска, в которой 10 работ. Любимые работы, наверное, Jade Summer. И также 11-я как бы в подарок была положена. Не знаю, с какой целью рекламы, возможно, ее будущей раскраски, еще чего-то. Но просто их здесь 11. Я обязательно допечатаю себе те картиночки еще, которые мне очень понравились. Это моя любимая работа в этой раскраске. Вот эта мне тоже нравится. В общем, обязательно распечатаю еще, так как здесь их всего 11 штучек, как вы поняли. Я хочу больше. Мне у Jade Summer нравятся именно вот ее девушки. Как они выглядят, я в полном восторге. Возможно, даже сегодня распечатаю, не знаю. Посмотрим. Вам как-нибудь покажу. Возможно, в следующем влоге. Возможно, нет. Вот эту раскраску брала с Яндекс.Диска. Ссылочку вам оставлю в описании, если не забуду. Ребят, если вы хотите распечатать какие-то раскраски, то посмотрите. Там их огромное множество. Их нереально много там. Поэтому, если вдруг вас заинтересовало, и вы хотите посмотреть какую-то раскраску иностранную, там даже русские издания есть, украинские издания, можете посмотреть туда. Мне скинула эту ссылку моя любимая подружечка Настя Ставицкая. Ставицкая. Да, ведь. Настя, прости, если я опять запуталась с твоей фамилией. Но я ей очень благодарна, потому что раскраски просто шикарные. Там в качестве идеальном, в PDF-формате. Не надо искать ни по каким группам, не надо искать на каких-то непонятных сайтах. Всё есть там. Поэтому я очень рада, что есть такие люди, которые это всё собирают. Есть люди, которые это всё распространяют. Поэтому решила поделиться с вами. Мне кажется, это очень удобно. Хранить всё вот именно на таком формате. Если вдруг вы любите распечатанные раскраски, то загляните, вам будет интересно. Ну, а я сейчас пойду доделывать свою тетрадь. Ну, как доделывать? Там 5 пунктов буквально. Я пойду заниматься своей тетрадью, раскрашивать и, возможно, распечатаю себе ещё картинки. Ну, хотя сегодня вряд ли. Наверное, уже как-нибудь позже. Ну, а это было всё на сегодняшний день. Такой небольшой вам вложик. Надеюсь, что вы скучали по моим видео, и я выяснила просто, чтобы немножечко напомнить о себе. Я вас, ребят, всех очень-очень сильно люблю. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Пока-пока.